Патриотическое образование Патриотическая акция общественного движения «Юнармия». Работой художников, уникальные фотографии, старинные предметы и быта открылась выставка ко дню возрождения карачаевского народа. Здравствуйте! На телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Вести Карачаева-Черкесия». С вами Мурат Жантьозов. Завершила свою работу Кавказская инвестиционная выставка «Минводы-Экспо» 12 тысяч новых рабочих мест – результат реализации представленных проектов из Карачаева-Черкесии. Об их реализации рассказал глава республики Рашид Тимрезов, председателю правительства России Михаилу Мишустину. Альбина Ламкова продолжит тему. Кавказская инвестиционная выставка состоялась в центре «Минводы-Экспо». Форум проводится впервые. Новая площадка предназначена для формирования эффективного взаимодействия между государством и бизнесом. С целью развития инвестиционного потенциала регионов России. Это очень важное мероприятие для всей нашей страны, для такого важного региона, как Северо-Кавказский федеральный округ, который имеет огромный потенциал для своего развития. Участниками этой выставки зарегистрировались более трех тысяч компаний, участников, человек. И это, знаете, по масштабам на самом деле очень-очень впечатляет. Масштабное событие объединило руководителей федеральных органов власти, все субъекты СКФО и представителей бизнеса. Вопреки западным санкциям против России, открываются новые возможности для регионов, в особенности для Северного Кавказа. Округ получает шанс наращивать импортозамещение. Ключевые моменты представленных проектов говорят об их высоком потенциале. Впечатляет стенд нашей республики. Совсем недавно у вас были с Шириаховичем, с коллегами. Что нового за эти несколько дней? Еще раз хотел славу благодарности вам высказать наше посещение. Для Карачаево-Черкесии это такой импульс. Я вам докладывал по поводу прорывных проектов, по модели экономического развития. В модель экономического развития республики вошли проекты по становлению интенсивного садоводства. Он является приоритетным направлением развития агропромышленного комплекса нашей республики. В модель включены два проекта. По закладке садов интенсивного типа общей площадью, 1 тысяча гектаров и проекты по строительству двух плодохранилищ с возможностью единовременного хранения до 90 тысяч тонн. Проект по развитию зеленой генерации предусматривает строительство четырех малых гидроэлектростанций. До конца текущего года планируют ввести в эксплуатацию еще одну малую ГЭС. Особое внимание уделяется туризму. В модель включены два прорывных проекта – развитие туристско-рекреационных кластеров Архизы Тиберда-Дамбай. Их реализация проходит в соответствии с утвержденными графиками, отметил Рашид Темрезов, и находится на его личном контроле. Цели поставлены и подписаны соглашения. Ключевые вопросы в контексте представленных проектов нашего региона впечатляют. Недавно мы были в Китае даже на них хотим обратить внимание, как они регулируют эту отрасль. И если это посчитаете целесообразным, то думаю, что до конца месяца могли бы представить какие-то соображения в виде небольшой записки. Ну, в первую очередь, все наукоемкие отрасли сегодня нужно максимально стараться развивать. Технологический суверенитет, о котором говорил президент, не достигнут без развития именно таких отраслей. Мы сказали, что станкостроение – отлично. Мы были с вами на ряде производств, и на Волкаме были, и на Демоте. И везде вот эти технологические нюансы и новинки говорят о том, что нам нужно свое собственное производство развивать. Я очень надеюсь на то, что все получится, в том числе и в Карачаево-Черкесии. В результате осмотра Кавказской инвестиционной выставки дана положительная динамика всего округа. Михаил Мишустин отметил рост промышленности, увеличение объема товаров собственного производства. Были представлены интересные проекты в самых разных отраслях. Многое уже сделано для повышения инвестиционной привлекательности регионов Северного Кавказа. Альбина Ламкова, Вести, Карачаево-Черкесия. Накануне во всех образовательных учреждениях страны были организованы патриотические мероприятия. Занятие в одной школе Карачаево-Черкесии прошло при участии министра просвещения России Сергея Кравцова и председателя регионального правительства Мурата Аргунова. Подробности в сюжете нашего корреспондента Артура Мхце. Вторая школа Станицы Зеленчукской стала местом проведения разговоров о важном с участием руководителя Федерального образовательного ведомства Сергея Кравцова и председателя регионального правительства Мурата Аргунова. С некоторых пор все линейки в нашей стране проходят под звуки гимна Российской Федерации. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Поначалу не очень стройный хор юных голосов с каждым тактом становился все громче и четче, чтобы под конец выдать уверенное завершение. Изучение и исполнение одного из главных символов государственного единства теперь считается в системе школьного образования важной частью патриотического воспитания подрастающего поколения. Выступавшие перед педагогическим коллективом почетные гости отмечали ценность тех мероприятий, которые в течение всего года проводятся в школах. Знать историю Родины, трагические и героические страницы ее истории. Без этого невозможно воспитать настоящих граждан своей страны, патриотов. Юно-армейцы станицы Зеленчукской оформили к 9 мая окна победы. Ребята также прошли перед гостями и сверстниками бессмертным полком, неся в руках фотографии своих близких, участников Великой Отечественной войны. Чуть позже состоялся разговор о важном. Темой нынешнего занятия стал День Победы. Сегодня на уроке вы поговорите о героях, поговорите об уроках победы, потому что, конечно, никогда нельзя забывать, что это страшная трагедия и те планы фашистов, которые фактически вели уничтожение нашего народа. Зачастую уроки проходят в формате лекции, но во время нынешнего занятия у ребят состоялся диалог с наставником. Министр просвещения Сергей Кравцов интересовался у школьников биографией их родственников, которые внесли посильный вклад в общий успех. Тебе почему нравится история? История, потому что мне интересно знать не то, что было, какие-нибудь исторические факты, потому что, как вы говорили, что многие искажают историю, а нам нужно знать именно истину. А вот я фотография... Это мой прадед. Прадед, да. А ты можешь о ней рассказать? Могу рассказать. Этот человек принимал участие все четыре года войны. Ну, он был врачом и спасал раненых под городом Ржев. Чуть позже Сергей Кравцов поделился с журналистами своими впечатлениями от встречи со школьниками. Рассказал, что увидел в глазах учащихся. Вы знаете, неравнодушие. И действительно, ребята помнят своих предков, помнят День Победы. Вообще, в целом, очень важно патриотическое воспитание в школах. Сегодня, когда исполнялся гимн Российской Федерации, вы видели, все дети пели. И проведение акций и сады памяти, окна Победы, и множество других акций, в которых участвуют наши школьники. Самое главное, то, что они участвуют, это от души. Это вот неформальное такое участие. Они переживают. Значит, у нас есть будущее. Руководитель Министерства просвещения России также отметил значимость создания школьных музеев, где учащиеся могли бы прикасаться к истории, не только перелистывать страницы прошлого на теоретических занятиях, но и изучать их с помощью экспонатов. Артур Мухцелий Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район. В Карачаево-Черкесии полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Твой выбор». Сотрудники полиции составили 78 административных протоколов по выявленным фактам совершения правонарушения за неисполнение родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанности по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, нахождение в общественных местах без сопровождения родителей в обозначенных законом временных рамках. Сотрудники по делам несовершеннолетних оказали адресную помощь в виде одежды и продуктов питания 10 семьям. В общеобразовательных учреждениях проведено 339 профилактических мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. В них приняли участие сотрудники отдела информационного противоборства и контрпропаганды МВД по Карачаево-Черкесии. Целью данного мероприятия является предупреждение групповой преступности несовершеннолетних и нейтрализация попыток вовлечения несовершеннолетних деструктивную, в том числе и экстремистскую, террористическую деятельность. Сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних совместно с учреждением системы профилактики на постоянной основе проводится работа с несовершеннолетними родителями, состоящими на учете в разделении по делам несовершеннолетних. Особое внимание уделяется несовершеннолетним, состоящим на учете за совершение преступлений. Ежемесячно сотрудниками ПДН проводится анализ нешкольной занятости подростков, состоящих на учете. При необходимости оказывается содействие в организации досуга. Есть такая профессия – родину защищать. Патриотическое мероприятие состоялось на базе Северокавказской государственной академии. На встрече говорили о новшествах в этом направлении и о планах дальнейшей работы. На какие еще моменты обратили внимание организаторы, расскажет Олеся Меликаева. В Карачаево-Черкесии с июня 2016 года, как и по всей России, стартовало Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». На сегодняшний день насчитывается более 8 тысяч участников юноармейского движения. Они принимают участие во всероссийских соревнованиях по военно-прикладным видам спорта. В Черкесии при поддержке главы республики Рашида Тимрезова открыт учебно-методический центр «Авангард», где дети 10-х классов будут заниматься подготовкой к военной службе. Также обсуждали формирование четких идеологических, патриотических взглядов у студента. Преподаватели дают нашим студентам не только знания, не только прививают навыки, но и формируют личность. И вот это мероприятие как раз укладывается для достижения вот этих вот целей. Одной из самых актуальных тем на сегодняшний день является воспитание патриотов своей страны. Важнейшая составляющая этого процесса – формирование и развитие патриотических чувств, а основы закладываются еще в школе. Среди студентов актуальность воспитания патриотизма обусловлена потенциалом и социальной активностью. В связи с привлечением молодежи на военную службу, Следственный комитет по Карачаево-Черкесии проводит профилактические мероприятия. Хотим начать с того, что мы очень рады, что мы сегодня можем принять участие в том замечательном патриотическом мероприятии. Следственное управление, Следственное комитет Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике уделяет огромное внимание патриотическому воспитанию молодежи. Мы хотим передать им наши знания, мы привлекаем ветеранов и Великой Отечественной войны, и ветеранов следствия для того, чтобы они наглядно видели и брали пример с наших предшественников. Министерством обороны России при поддержке главы Республики Рашида Тимрезова и по личной инициативе ректора СКГА Руслана Качкарова принято решение создания военного учебного центра на базе Северо-Кавказской государственной академии, который будет носить имя генерала-майора-героя Российской Федерации Канамата Баташева. Там будут готовить мотострелков и военных медиков. Сейчас, ощущая вот это все давление извне, с запада, очень необходимо, чтобы наша молодежь понимала, что надо быть ко всему готовы и быть всегда для того, чтобы защитить Родину. Возглавлять учебный центр будет Мурадин Баташев. Он напомнил, что сегодня военно-патриотическое воспитание молодежи является главной задачей и выразил надежду, что собравшиеся сделают выводы и будут двигаться в правильном направлении. Участие в данном мероприятии в том числе поможет и снизить преступность, провести профилактические мероприятия среди молодежи, которые сейчас здесь присутствуют, провести с ними беседы, то есть в рамках данного мероприятия, в ходе диалога будут наши выступления. Олеся Меликаева, Алибастанов, Вести Карачаева, Черкесия. В картинной галерее Черкеска открылась выставка, посвященная Дню Возрождения Карачаевского народа. Работы художников республики, уникальные исторические фотографии, старинные и современные предметы быта. Дарья Тендит с места события. В трех залах галереи представлены работы мастеров Карачаева Черкесии, элементы быта и одежды депортированных. Картины, изделия из глины отражают события непростого времени для карачаевского народа. От имени главы Рашида Тимрезова поприветствовал собравшихся первый заместитель руководителя администрации, главы и правительства республики Марат Хубиев. Эта выставка несет очень глубокий смысл. Вот как сегодняшнего, так скажем, нашего населения, жителей Карачаевской республики, а также для молодого поколения нашей республики, для того, чтобы они впитали всю историю народа в Карачаево-Черкесии. Сотрудники музея-заповедника провели кропотливую работу по отбору ценных и оригинальных экспонатов. Также планируют собрать аудиозапись воспоминаний наших земляков о событиях тех лет, чтобы сохранить и передать будущему поколению, поделился Хаджимурат Эльканов. Молодежь должна знать истоки, не забывать, и самое главное, наверное, мы должны проводить такие выставки и помнить такие даты, чтобы впредь не повторялась наша история и в истории всех народов, чтобы такие темные, скажем так, дни, годы не повторялись. Мы должны об этом помнить. Коллекция вышитых национальных платьев художника-модельера Заремы Хабчаевой – авторская работа. Ее творчество получило широкое признание как в России, так и за рубежом. Она отмечена многочисленными наградами и дипломами. Целью ее работы является сохранение популяризации кавказского костюма в современной жизни. Из прошлого в настоящее, можно так сказать. У нас есть как бы старинные изделия, которые идут уже вместе с нами, шагают с нами вместе рядом с этим временем, наши национальные, но уже в современном стиле. Министр культуры Зурапа Гербов отметил, что это событие открывает цикл мероприятий, посвященных праздничной дате. Особо ценно то, что на выставке представлены не только предметы старины, бережно сохраненные народом, сложнейшие времена, но и современные экспонаты, символизирующие движение народа в будущее. История жива, а значит народ будет жить. Для этого я хочу поблагодарить вас за то, что вы именно выставку нашу посетили сегодня, потому что каждая из этих работ – это тот самый символ, та самая ценность, которую мы пытаемся сохранить и привить нашему молодому поколению. В течение 14 лет карачаевцы жили, мечтая вернуться домой. 40 тысяч невинных душ навсегда остались на чужбине. Горы молчат, но помнят все. Эти работы утверждают о том, что всякое злодеяние рано или поздно ставится на колени перед справедливостью и правдой. Сегодняшняя выставка – яркое свидетельство тому. Выставка «Возрождение» будет работать до 15 мая. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Из-за чего выгорают леса, на полях почва остается бесплодной? Какое наказание последует и как уберечь свое хозяйство от чрезвычайной ситуации? Об этом расскажет гость программы, президент Национального союза агро-страховщиков Корней Биждов. С ним встретилась Альбина Ламкова. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Альбина Ламкова.